итак доброго здоровьица анна анна 1649 написала свои комментарии именно на это на этот комментарий я и хотел бы ответить то есть вроде как будет моя тема значит смотрите что напишет подскажите пожалуйста я голодала 46 дней 46 дней это это запредельное вообще-то голодание это запредельное голодание ну ладно раз человек голодал мы надеемся что голодал правильно начала выходить на яблочном соке значит а вот спрашивают 46 дней надеюсь одна вода и все она написала да одна вода иногда минеральная нормально за этот период сбросила вес на 26 килограмм ну так примерно и будет 46 дней отголодали то есть прекрасная работа прекрасная работа и сразу можно так сказать что побудило этого человека пуститься на такое голодание ранее страдала от мигрени стабильно два раза в неделю за период голодовки голода не болела ни разу снизилось артериальное давление более полугода болела нога больно было становиться на стопу была у врача диагноз фасцит вурсит ну еще вот диагноз там у нас мы поставим вот мы проследовали вас просветили вот вот вам обделялась как лечить а как выздороветь кто его знает да да а далее смотрите от всего этого что же предлагали таблетки мази таблетки мази конечно они не помогли через 18 дней голодания все прошло то есть вот где-то тут там можно было бы и остановиться и так я забегаю немножечко вперед можно было бы и остановиться и потихонечку выходить ну в чем будем говорить проблема значит смотрите начала выходить на яблочном соке пополам то есть 50 грамм воды 50 грамм яблочного сока значит я неоднократно вам говорил для того чтобы правильно выходить из голодания надо изучить свой организм как он реагирует на те или другие продукты чтобы вы так знаете после 46 суток не столкнулись с какими-то непонятными вещами то есть голодание прошло вы получили великолепный оздоровительный эффект и вы это все можете перечеркнуть неправильным выходом и что что получалось значит первый день один стакан второй день один стакан что пошло слабость и жога периодически тошнота ну давайте все прочитаем какие витамины и минералами в этот период можно себя поддерживать сколько сока нужно пить в первые дни выхода спасибо огромное а вот а вот а вот школа голодания как раз я на нее ссылаюсь и говорю что прежде чем пуститься вот такое вот плавание надо изучить свой организм его реакции на вход в голодание на проведение голодания на выход из голодания что чё и как насколько я вот понял из всей этой информации здесь ничего этого не указано человек вот как-то умудрился все-таки от голодать а дальше он думает что надо какими-то витаминами и минералами в период выхода себя поддерживать оказывается никаких никаких ни витаминов ни минералов на выходе тем более из 46 дневного голодания они не нужны надо просто-напросто правильно вот смотрите вот это слово правильно и и постепенно запустить свою пищеварительную систему во время голода она сворачивается и организм начинает как бы сказать жить на уровне клетки ему не нужно вот это вот вся пищеварительная система которая которая поступ поставляет клеткам пищевые вещества она отключается она отключается не сразу она отключается постепенно отключившись далее клетки самостоятельно там уже питаются ну вот этот не будем сейчас этот вопрос что чё и как они питаются а потом когда вы начинаете выходить посчитал что вы уже подголодали тем более длительностью вот эти все процессы которые свернулись надо развернуть опять и вот это то делается вот это делается если вы бы раньше голодали там грубо говоря семь дней потом там две недельки так периодически все это дело делали вы бы примерно понимали как ваш организм реагирует на это на продукты и что там надо то есть никаких ни витаминов ни минералов не надо поддерживать надо надо запустить пищеварительную систему вначале то есть надо ее чтобы она начала работать вот для этого лично я использую кислое молоко возьмем знаете не будем тут что-то такое городить от себя чину мы возьмем природу вот он ребенок рождается что там он соками начинает питаться вот только ребенок родился грудной соками нет молоком грудным молоком грудное молоко из чего оно состоит оно в основном состоит из воды и как там особо нету каких-то знаете вот специальных нот вот этих фруктовых овощных этих сахаров там поэтому лично я лично я начинаю восстанавливаться на этом самом вернее запускать пищеварительную систему на кислом молоке на кислом молоке просто кваши не надо никакие там йогурты еще что-то там брать вот обыкновенный этот самый кислое молоко сквашено и желательно чтобы она еще была у вас молоко из-под коровки знаете проверенная не просто какой-то там магазинная которая и тогда это потихонечку будет запускаться есть конечно можно с помощью допустим если уж соков то как правило используется морковный сок начинает потихонечку употреблять потом там добавляет другие ну короче в книге это изложено я сейчас вам хочу просто напросто суть сказать а вот что тут происходит смотрите яблочный сок в яблочном соке есть фруктовые кислоты есть небольшая кислинка и именно эта кислинка она начинает выживать изжогу более того фруктовые кислоты могут съесть эмаль зубов у вас это только начался там выход а грубо говоря день примерно через неделю употребление этого яблочного сока если на соки будет рассосана эмаль на зубах ну такое вероятность есть лично у меня когда я выходил на апельсинах свежих такое было причем очень быстро съедается естественно слабость будет в начале организм организм как бы сказать теперь с голода с голодного режима он пытается перестать перестроиться на питательный режим в это время перестройки особо вроде мы туда можем и набросать в этот желудочно-кишечный тракт каких-то продуктов но вот насчет переваривания и усвоения вот тут проблемы он еще не включился поэтому естественно там слабость возникает изжога значит от кислого вкуса который яблоки периодически возникает тошнота это значит хочет все это все что туда попало которое организм считает чужеродным он хочет это все выбросить из себя все эти соки и так далее то есть не то питание ему идет поэтому старается все это дело вибросить вот сколько сока нужно пить в первые дни выхода да спасибо огромное вот вот эти вопросы сколько сока надо пить вы ответите сами если начнете как в школе голодание описано поступать начнете голодать в сутки трое и так далее узнать свой организм ну вот получилось вот 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 так вот сколько там нужно пить сколько там еще никто вам не ответить сколько вам нужно пить это все организм как бы сказать сам подсказывает он усвоился появляется чувство там допустим голода вы еще там чувствуете все нормально появилось чувство голода еще но не на соках в данном случае этом самым яблочным и вот это все как раз показывает что яблочный сок тут он не идет можно было грубо говоря там морковный сок еще там попробовать там пить опять таки я хочу сказать что не понимая процесса входа в ходов голодания проведения голодания и особенно выхода из голодания что на выходе организм его надо запустить пищеварение а не забросать туда витаминов минералов он сейчас наберется и все будет нормально работать мол у него там что-то не достает он просто не берет не то что не достает а он не берет по причине того что он не работает и вот эту работу надо запустить отсылаю к своей книге голодание в лечебных целях отсылаю к видосам школа голодания и со своего опыта хочу сказать лично я пользовался на выходе это кислым молочком кислым молочком там добавляешь немножечко там как и он это будет метка то начинаешь буквально такие ложки две кислого молока там немножечко медика этого нормальненько нормальненько и потихоньку и восстановление у вас будет длиться если вы 46 дней правильно отголодали просто найти то она у вас будет длиться где-то дней 60 как минимум то есть постепенно организм будет входить в режим питания а так вот вот этим вот выходом вы просто напросто перечеркнете себе весь эффект полезный и более себе еще вызовете какие-то болячки недомогания которых раньше у вас не было ну вот так то что бы еще добавил после 22 я так и заметил знаете вот это какое-то напряжение у меня было такое от этих наивных вопросов пар в высшем волнении улеглось но это не значит что она исчезла полностью она улеглась и все нормально и вот тут то тут то знаете работать со своим собственным сознанием это дорогого стоит тут вы сам себе наблюдатель сам себе учитель и сам себе пациент все это соединяете в себе и ведете себя с той целью чтобы окружающая обстановка и общение прочее прочее там приносила вам удовлетворение а если еще будет приносить и радость ну это уж это высший класс владельцы владельца владельца владельцы 상щак